Аскар Акаев, первый президент Кыргызии, хотя нет, неправильно сказал, первый президент Кыргызстана, когда Аскар Акаев был еще президентом, Кыргызстан был свободной страной, еще не под пятой у Кремля, да и Путина еще тогда не было. Аскар Акаев, первый президент Кыргызстана, поделился вчера с журналистами радостной новостью, вышел из здания спецслужб Кыргызии в киргизском Бишкеке и сказал, что все уголовные дела по поводу него закрыты. Видимо, он пошел все-таки на сделку со следствием, правда, никто не знает, в чем заключается эта сделка, но тут легко предположить, скорее всего, Аскар Акаев дал гарантии четкие марионеткам Кремля в Киргизии, самому Путину, значит, что от своих подписей в годы своего управления он полностью отказывается и нигде их подтверждать никогда не будет. Всех этих западных инвесторов золоторудных месторождений Киргизии теперь можно гнать поганой метлой, Аскар Акаев этому в международных судах мешать не будет, этому процессу. Подтверждать свои подписи, настаивать на чем-то он не будет. И поэтому его отпускают. Теперь он свободный человек, и как свободный человек, первое, что делает этот свободный человек, он летит к себе домой, в Москву, конечно. Не прошло и суток, он уже приземлился в Москве, уже дает интервью российским журналистам. Российские журналисты, кстати, не постеснялись, спросили у Аскара Акаева, почему он решил вернуться все-таки в Москву, хотя теперь же он все-таки свободный человек, мог бы и остаться на родине. На что Аскар Акаев, цитирую, отвечает, у меня здесь интересная работа в МГУ. Интересной работы в Бишкеке нет, понятно. Я работаю в механико-математическом факультете среди выдающихся математиков России. Работы в Киргизии нет, выдающихся математиков тоже. Это понятно все. Это понятно, да. Хотя, может быть, с другой стороны, Аскар Акаев просто тянется к своему народу, ведь он, наверное, чувствует на себе ответственность за судьбу своего народа. Он же ведь все-таки являлся президентом, первым президентом Кыргызстана. Да, будем считать, что Аскар Акаев поехал вслед за своим народом. Любой Кыргыз, теперь живущий в Москве, как свободный человек, может встретить своего первого президента на каких-нибудь там, может быть, не очень гостеприимных, конечно, улочках Москвы, но зато увидит родное лицо Аскара Акаева. Может даже в метро встретиться, обнимутся, прослезятся. Не то, что наши правители, Назарбаев и Тукаев. Мы их-то в Москве, наверное, точно не увидим. Ставлю на повтор этот слезный сюжет, очень маленький, тут буквально секунд тридцать. Ну что ж, остается только пожелать братьям-кыргызам, которые проживают сейчас в Москве, тепло встретить своего первого президента, своего Ель-Басы кыргызского. Надеюсь, ни у кого из кыргызов на него обиды внутренней нету. Все-таки некрасиво будет, если вы там будете выяснять отношения на Чужбине, не в Киргизии, перед жителями, перед местными москалями, будет довольно стыдно. Желаем вам там, кыргызскому народу и вашему первому президенту, жить в мире и согласии в городе Москве. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал обязательно, подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунты, ссылки в описании к видео. Помогайте мне в финансовой системе Patreon, ссылка с инструкциями тоже под каждым видео есть. И до новых скорых встреч!